Доброе утро! В его песнях звучат традиционные казахские инструменты. Играет на дамбре. Сейчас живет и работает в Астане. Выпустил в 2008 году. Обожает казахскую культуру, играет на дамбре. За последнее время есть какие-то изменения? Что пополнил в твоем послужном списке? Я сейчас живу между Казахстаном и Италией. Благодаря Казахстану ситуация в Италии изменила. Я стал популярнее в Италии. Благодаря Казахстану. Но это круто. Ты помнишь, я тебе сказал, наверное, ты не знаешь, есть телепроект, называется «Паскалистан». Это документальный фильм про Казахстан и мою жизнь в Казахстане. Был очень популярный, получил 15 миллионов аудиторий между итальянцами. Поэтому, если ты едешь в Италию на твой ханимун, он сейчас в Тикюбала. Да, да, да. Теперь уже, да. Спасибо. Ленин, ты больше могу сказать? Тебя уже пригласили на ханимун. Это известный, но он уже ВИП, все знают. И что, расскажи нам про этот проект. Хорошо. Паскалистан, он набрал большое количество просмотров в интернете. Да, теперь сейчас знают, кто казахи. Благодаря твоему реалити-шоу ты преподнес Казахстан, показал Казахстан настоящий. Да. Для иностранцев, для европейцев. Ну, конечно, конечно, у каждого места есть позитивные и меньше позитивные вещи. Но я показал только позитивные. Вот, но мы знаем, что ты недавно побывал в Южной Америке, посетил Южную Америку и участвовал в каком-то шоу. Расскажи о нем подробнее. Я был полтора месяца в Бразилии, Эквадоре, Перу, снимал телепроект, называется Пекино-экспресс. Но не был в Пекине. Это четвертый сезон, четвертый год, который они делают. Это экстремальный шоу? Экстремальный шоу. А что ты там делаешь? Что ты там прыгал откуда-то со скалы? Я должен путешествовать за автостоп, автостоп, да, как его называют, автостоп, да, без деньги и жить без деньги полтора месяца. С одним, значит, это с рюкзачком. Да, с рюкзаком. И жить без деньги и спросить еда. Да, да. Сломать себя можно кушать чуть-чуть сегодня и испать куда-нибудь. Ну, расскажи, ну, как это удачно было, получилось? Это было... Люди встречались, да? Да, конечно, я не могу сказать, потому что по контракту не могу, но они не понимают русский, поэтому могу. Ну, получилось очень хорошо. Голодным ты не остался? Не, я, наверное, я, как называется? Поправился? Да, да. Три-четыре килограмма. Ну, может быть, незаметные для зрителей. Потому что когда я приехал в Казахстан, сауна каждый день. Поэтому, ну, был очень-очень крутой опыт, потому что очень человеческий опыт. Я там учил, что есть люди, которые дают без... Безвозмездно. Да, без ничего. Помогает. Это самый лучший в мире. Мы не привыкли, мы живем в технологии, у нас все есть, деньги, технология, все есть. У них, я спал просто на... На полу? Да. В Перу. Одна семья очень простая, без денег, они дали свой еда. Я плакал, потому что... Ну, даже сейчас ты об этом рассказываешь, у меня по коже, да, мурашки. Это трогательно, на самом деле. Это очень круто. И сколько ты провел так времени в этой поездке, путешествия автостопом? Не понял. Сколько времени? Полтора месяца я был там. Да, я... 8 тысяч километров. 8 тысяч километров. Но это было смешно, потому что, знаете что? Мой опыт в Казахстане так сильно, что для меня это реально еще было... отдых. Отдых. Потому что, да, здесь жизнь настоящая, мы... Мужчины настоящие мужчины, женщины тоже настоящие мужчины. Вот так вот, стукнув по столу кулаком, Сон Паскаль завершил, значит, свой рассказ о своем путешествии интереснейшем. Мы, конечно же, послушаем и узнаем, что же еще произошло в его жизни за этот период, после небольшого сюжета. Новости без политики. Думаю, каждая новость в себе хранит какую-то политику, и в нашей программе тоже есть она, Сон Паскаль, вернувшись из путешествия с особой отметкой приключения. Он назвал ее экстремальным, хотя на самом деле путешествие автостопом на самом деле таит себе какое-то экстремальное начало. Ведь для тебя, когда ты попал в Казахстан, это тоже часть экстремального путешествия. Ну, если вы думаете, что я делаю в Бразилии и что я делаю каждый день в Казахстане. В Казахстане есть такой технологический социальный кар-шеринг, на английском называется. Когда ты остановишь машину, любая машина по дороге и скажешь, то люби Кунаева 300. Вот это кар-шеринг. В Европе это нет. Но только сейчас, только, наверное, два года назад они начали. Это кар-шеринг. Только такси были очень дорогие, понимаете? Поэтому как со сайты... То есть официальные машины такси, официальные, которые ездят в США. Казахстан сейчас свободный. Я уже был привыкли, поэтому не был экстремальный. Ну, мне, допустим, интересно, откуда все началось. Ну, твоя любовь к музыке. Ты болеешь, живешь этим с детства, либо там уже более в подростковом возрасте. Да, мы тебя не представляем уже, не поющего, не представляете, без гитары. Когда это началось? Как моя девушка. Когда ты был маленьким, либо в подростковом? Да, я был 10, и я видел моего дядя играть гитару. Он очень плохо играл. Но по-любому я любился с этим инструментом. Потом я... То есть на гитаре ты научился играть в 10 лет? Да. Когда я был 10. Почему? Потому что я был очень толстый, очень толстый. Ты был толстый? Да. Я покажу вам фотки. Нереально. И меня... Я был в школе, ну, 13-14, ну, и девушки меня не смотрели. Ты был такой пухленький мальчик. Да, такой... Обделенный... Бавсакином. Обделенный вниманием. Да. И только один вариант. Это играть гитару и... Петь. Привлекать внимание девушек. Вот. Поэтому я учил больше. И больше, и больше. Я стал 17-й. Я чуть-чуть похудел. И стал самой популярной певец в школе. Все. Играл, играл, играл. И вот первые девушки любили со мной. Поэтому спасибо, гитаре. Классно, классно, классно. Поначалу это, получается, плод творения, это любовь женской половины. Сегодня это любовь всех казахстанцев. Да, да, да. На этой приятной, романтичной, интернациональной ноте мы, как всегда, по традиции просим тебя, как всех гостей, сделать некий посыл нашим телезрителям. Пожелания. Приятные пожелания. Я не очень хороший, столстый. Но сказать слова, поэтому лучше, что я пою. Спою песню. Замечательно. С Новым Утром. В программе Жанакон. Приятное музыкальное начало. Так что делайте погромче. Давайте я вас пою первую песню, которую я написал. С Новым Утром. С Новым Утром. С Новым Утром. Вот приятное романтичное настроение. Всем нашим телезрителям программы Жанакон. Мы желаем добрейшего утра. И берите это настроение с собой сегодня целый день. С вами были Макбала Сабекова. И Алан Черкасов. Всего доброго. Пока. И сон паксе. С Новым Утром. С Новым Утром. С Новым Утром. Продолжение следует...